История строительства главного символа Византии, Величественного Собора Святой Софии, это история взлетов и падений, выпавших на долю Восточной Римской империи. До нынешнего собора на этом месте стоял храм, построенный в середине IV века императором Константином. Во время правления императора Юстиниана в Константинополе случился крупнейший в истории страны бунт, известный как Восстание Ника. Ника, что в переводе с греческого означает «Побеждай» — это клич болельщиков на ипподроме, таким образом они подбадривали свои команды. Все колесницы на ипподроме делились на четыре команды, они были покрашены в разные цвета. Эти цвета — голубой, зеленый, белый и красный — символизировали в античности четыре стихии — воду, землю, воздух и огонь. По другой версии цвета означали четыре времени года — зиму — белый, весну — зеленый, лето — красный и осень — голубой. Жители Константинополя делились на две своего рода фанатские группировки — винетов — голубых и просинов — зеленых. Формально до XII века существовали также партии левков — белых и русиев — красных, однако они были весьма малочисленны. Между голубыми и зелеными часто возникали потасовки, перераставшие в народные восстания. Император Юстиниан открыто поддерживал винетов, чем были весьма недовольны просины. Вскоре недовольство просинов вылилось в открытый бунт, к которому на некоторое время присоединились и их враги — винеты. В пожарах погибли многие дворцы и храмы, причем дворцы грабили восставшие византийцы, а православные храмы — арианские наемники Юстиниана — готы и герулы. Юстиниан с помощью верных ему полководцев жестоко подавил восстание. Прямо на ипподроме во время коронации восставшими нового императора было убито более 35 тысяч человек. И уже через 40 дней Юстиниан приказал приступить к строительству нового храма, построенного на пепелище всего за пять лет.